Все анекдоты из жизни и у каждого есть своя любимая серия. Вот одна из моих любимых это, так сказать, семейные анекдоты. И я что заметила? Я заметила, что в этих анекдотах мужчины, они всегда герои. Всегда. И вот одному такому герою жена говорит, Вася, посмотри на нашего соседа. Посмотри, я тебе говорю. Посмотри, как он жене относится, посмотри, как он ее любит. Господи, как он ее любит, я не могу. Как он ее любит. Каждый день цветы, подарки, конфеты. Он ее на руках носит, он ее целует через каждую секунду. Почему ты так не делаешь? Почему? Он говорит, ты что? Я ее даже не знаю. Ну, конечно, вот когда мы создаем семью, безусловно, мы мечтаем. Мы мечтаем о том, что любовь, счастье, благополучие, взаимопонимание, гармония, они всегда будут вместе с нами. Ну, годы идут, как говорится. И вот чтобы вот так и было, чтобы вот этот вот огонь в этом семейном очаге не погас, друзья мои, я не знаю, как вы думаете, но я думаю, что все-таки супругам надо почаще отдыхать друг от друга. Вот и мужчины в этом отношении, молодцы, хвалю, умеют это делать, берегут семью. У них даже специальные какие-то есть вот такие вот места для чисто мужского отдыха. Девочки, я хочу, чтобы мы сейчас вот громко вместе с вами перечислили все вот эти вот малины, где наши мужья любят от нас, жен, отдыхать. Где? Гараж, конечно, ну, близко, рядом с домом. Боже мой, чего не отдохнуть, у них там Октоберфест круглый год. Одно, конечно, неудобство, жена тоже знает эту тропинку и может прервать праздник в любой момент. А какие еще варианты у них есть? Рыбалка, конечно, рыбалка, это понадежнее, не каждая с удочкой дойдет. И вот вы знаете, вот по поводу вот этого отдыха наших мужей на рыбалке тоже есть хороший анекдот, я его вам расскажу. Когда две подруги встретились, одна другая говорит, ты знаешь, у моего совсем недавно был юбилей. Я решила, он же заядлый рыбак, об этом все знают. Он все свободное время на рыбалке проводит, его вот даже дома нет никогда. Он или на работе, или на рыбалке, или на рыбалке, или на работе. Ну, думаю, у человека юбилей, но сделаю так, чтобы ему было хорошо. Купила ему обалденный, дорогущий набор блесен. Купила, подарила, он говорит, ооо, а че это? Ну, конечно, рыбалка, гараж, это не классика жанра, а классика жанра это все-таки баня, конечно, девочки, господи, все вы знаете. Ну, конечно, это же мужской международный спа-салон. Ну, мы же знаем, они там все успевают, кроме помыться. Да мы не ревнуем, мужики, расслабьтесь, мы не ревнуем. Вот когда наши мужья в бане отдыхают от нас, а мы с девчонками на кухне, мы отдыхаем от них, мы с удовольствием моем им кости до бела. Девочки, я не знаю, что делать, ну не знаю, что он такой человек, ну сколько лет живем, я не могу к нему приноровиться. Я не могу понять, когда он шутит, когда он серьезно говорит, ну я не могу понять. Ну я, например, задаю ему серьезный вопрос, причем я предупреждаю, говорю, Петя, не шути, надоели твои шутки. Я задаю серьезный вопрос, ответь по-серьезному. Я хочу знать, я имею право, вот скажи честно, ты до меня за кем-нибудь ухаживал? Он говорит, ухаживал. Я говорю, ты что, пошутил, что ли? Нет, а за кем это ты до меня ухаживал? Он говорит, как за кем, за скотиной в деревне. Ну девчонки, я хочу с ними говорить, у них вообще ни воображения, ни ума, ничего. У них же фантазия на нуле, понимаете? У них логики никакой. Ну мужик чем подумал, то и почесал. По их мужской логике, что получается? Кутузов, который сжег Москву, он у них герой. А где логика? Москву сжег, он герой. Я вчера котлеты сожгла, я овца криворукая. Девчонки, а мой такой смешной, слушайте. Ай, вчера бритву купил. Дорогучий, сегодня с утра ею бреется, я посуду мою. А он вот это вот мат-перемат. И зачем я ее купил, и столько денег отдал. Она тупая, не бреет, нифига. А я, главное, посуду мою, про себя думаю странно. А линолеум она хорошо резала. Ну, вообще, я не хочу обидеть мужчин. Но, друзья мои, дорогие мои мужчины, простите меня, но мне кажется, что мужчина в браке, это вот как муха на липкой бумаге. Ей вроде как и сладко. И скучно. И улететь. А в полет-то хочется? Хочется, да? На свободу, а? Хотя бы на часок. Ну так, это... И вырываются. Избиваются в свои мужские стаи. Остаются без нас, без женщин. И вот он, момент нашего девочки, женского триумфа. Вот они в своей мужской компании. Все. И о ком они тогда все время говорят? Правильно, о нас. О нас, о женщинах. Они и говорят. Ну что, Санек, тебя, говорят, можно поздравить, Саня. Ты же, говорят, женился. Женился. Саня, поздравляю, молодец, мужик, давно пора. А что женился-то, а? Ну что женился? Женился и все. Что женился? Женился. Женился. Надоело по столовкам бегать. А теперь? А теперь нравится. А я, мужики, так скажу. Баба, она место свое должна знать. Посмотри на мою. Она слово поперек не пикнет. И что ты говоришь? Варю. Варю. Каждый раз по-разному варю. Вчера, например, королева пришла. И мне с порога. Мне с порога. Почему посуда грязная? Я говорю, цыц. Я еще полы не помыл. А у меня мужикининка, вот такая же жена. Вот баба везучая. Сижу, это борщ хлебает. Приходит. В новых туфля пришла. Я говорю, не понял, не новых. Откуда туфля? А она говорит, Витя, не поверишь. И дуют, мимо помойки стоят. Ну, что, примерила мой размер. Ого, повезло бабе. Вчера в новой шубе пришла. Да, в подъезде ее размера лежала. А почему Нинка шубу нашла? Потому что везучая баба, везучая. Не то, что я. Мужики. Я один раз в жизни под кроватью нашел носки, примерил, не мой размер. Нет, ну, мужчины, для того, чтобы вас каким-то образом, знаете, обидеть и так подколоть, рассказываю все эти анекдоты. Нет. Даже если честно, я сейчас больше слежу за реакцией женщин. Девочки, вы не поверите, я всех вижу. Я всех изучила, оценила. Девчонки, мне нравится ваш внешний вид. Мне нравится ваш настрой. Нравятся ваши наряды. Нравятся ваши прически. Нравится все. Вы такие красотки. Вы даже не представляете. Я понимаю, почему так произошло сегодня. Да потому что вы в концертном зале. Вы расслабились. Забыли о своих вот этих повседневных делах. Сидите, отдыхаете. Вот, девочки. Запомните, пожалуйста, это состояние души. Я вас очень прошу. Поверьте мне на слово. Вам очень, очень идет отдыхать. Делайте это почаще. И будьте счастливы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...